Откуда взялась музыка как феномен? Начиная от формирования плода, нужно обязательно давать ему слушать Моцарта. А есть какая-то музыка, которая идеально подходит нашему уху? Казалось бы, вау, круто, правда, для всех держится всего полчаса. А что происходит, когда человек слушает песню на репите? Самцы и канареек каждую весну отращивают себе новые нервные клетки для того, чтобы изучать новые песни. А есть ли формула идеального трека? Сделали вот такую универсальную успокоительную мелодию. Существуют комнаты тишины, и там люди начинают чувствовать себя странно. Обучаясь игре музыки, мы меняем свой мозг физически. Прокоричневую ноту. Привет, это проект «Осново», меня зовут Борис Веденский, и сегодня поговорим про музыку. И у нас в гостях популяризатор науки и главред портала Мейроновости Алексей Паевский. Добрый день, Алексей. Добрый день. Ну, давайте с матчасти попробуем. У вас есть вообще гипотеза, откуда взялась музыка как феномен? Почему она так важна для нас? Теоретики музыки, они говорят, что как раз музыка взялась для того, чтобы большое количество людей могли делать какую-то одинаковую работу вместе. Например, то, что мы знаем вообще из источников, когда это было еще в Древней Греции, у нас есть такая штука, которая называлась «Замбатерион мелос», или мелонг, я не помню, мелос, наверное. То есть, военная музыка, то есть, музыка, которая позволяла идти в шаг в ритм какому-нибудь легиону, или в одном ритме грести на галерах. Вот такие вот вещи. Поэтому изначально, наверняка изначально был ритм, а потом появилась какая-то еще и мелодия к нему. Ага, ну это прикладное уже применение. Мне, конечно, интереснее было бы пораньше копнуть, возможно, это вопрос к антропологам скорее. А у животных, например, есть музыка, вы не знаете? В том понимании, в котором ее понимаем мы, наверное, все-таки нет. Сейчас попробую объяснить свою точку зрения. То, что мы называем песнями, например, песнями птиц, там, соловьев, канареек, всего остального. То, что мы называем песнями китов, у них такие тоже своеобразные песни есть, это как раз аналог, не знаю, хвоста у павлина, большого хвоста у павлина. То есть, способ привлечения партнера во время брачных сезонов. Собственно говоря, если мы говорим, например, про канареек, у них вообще интересная история. Например, самцы и канареек каждую весну отращивают себе новые нервные клетки для того, чтобы изучать, выучить новые песни. И потом эти нервные клетки исчезают. Вот у них удивительная вещь. Но при этом, если, например, давать послушать нашу музыку животным, то тоновые звуки от шума не различают даже обезьянки, даже шимпанзе. То есть, есть такой эксперимент был, не так давно проверен, то есть, брали как раз сначала тоновые, там какой-то последовательность нот, а потом то же самое, но просто в шуме. И смотрели активность мозга человека, который это слушает, и активность мозга шимпанзе. И вот у человека человек по-разному это воспринимает, а у зверюшки все равно что-то звучит. Сумеет, что-то и шумеет. Оно не понимает, что этот сигнал следует выделить. Да. При этом интересная вещь, интересная вещь. Судя, опять же, тут это предварительные данные, то есть, последние 20 лет какие-то исследования ведутся, и есть в этом некие намеки на это, что как раз вот на эту тоновую, тональную музыку у нас есть некая врожденность. То есть, мы сейчас в наше время предпочитаем такую тональную музыку с рождения. То есть, это не воспитание, это врождение, врожденная история. Знаете фразу «не судите книгу по обложке». Возможно, для книг это и работает, а вот по обложке музыкального альбома вполне можно предположить, какая музыка нас ждет. Например, обложка легендарного альбома The Wall группы Pink Floyd. Казалось бы, всего лишь стена с названием альбома и группы. Но в этом и вся суть. Это концептуальный альбом о том, как люди в современном обществе отдаляются друг от друга. По ходу жизни каждый из нас в той или иной степени возводит собственную стену и ограждается от остальных. Но эту стену можно сломать. Эта обложка, как и сам альбом, считается классикой рока. Рекомендую знакомиться, если вы вдруг не слушали. А еще есть одноименный шикарный фильм. Так вот, создавать такие же крутые обложки, а также фирменные стили, логотипы и много чего еще можете и вы. В этом вам поможет курс «Графический дизайнер с нуля до про» от школы дизайна Contented. Contented — крупнейшая профильная школа дизайна. Авторы курсов — практикующие дизайнеры, которые делятся своим опытом. Со школой сотрудничают 100 плюс дизайнеров. Среди них основатели студий, арт-директора, дизайнеры из крупнейших IT-компаний и агентств, а также дизайн-студий. Теперь про сам курс. На нем вас ждет не только теория от опытных менторов, но и большое количество проектов. 18 работ за 20 месяцев обучения, потому что практика — это самое важное. Учиться и практиковаться вы будете в самых востребованных инструментах дизайна. Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, After Effects и Cinema 4D. Обучение в среднем занимает 4-8 часов в неделю, а ближе к концу обучения вы пройдете стажировку в креативном агентстве Red Cats под руководством арт-директора. Интересная деталь курса заключается в том, что вы можете выбрать тариф в зависимости от того, какой уровень поддержки вам необходим. От базового, где обучение более самостоятельное, до VIP с индивидуальными консультациями опытных дизайнеров. По итогу обучения у вас будет сильное портфолио, опыт работы с реальными заказчиками, а также фидбэк от них, а также строчка в портфолио «Опыт работы имеется» благодаря стажировкам. Согласен, звучит интересно. Так что переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и ознакомьтесь со школой дизайна контента и ее курсами. Приятным бонусом будет скидка 45% по промокоду «Основа» и курс английского языка для дизайнеров «Подарк». А мы продолжаем. Окей, а как ученые исследуют музыку и влияние музыки на человека? Как это устроено и какие эксперименты они ставят? Смотрите, для того, чтобы изучение нашей музыкальности и наших музыкальных способностей, оно может вестись разными способами. Естественно, очень сильно оно продвинулось с 80-х годов прошлого века, когда у нас появились несколько хороших методов визуализации активности мозга. А вообще в 70-е годы, в 1970-х годах появилось три томографа. Появился компьютерный томограф, который фактически это рентгеновский аппарат, который вокруг нас крутится и получает какую-то картинку. А это МРТ, совершенно другой принцип, но дает чуть более хорошую детализацию. И так называемый позитронно-эмиссионный томограф, там вообще страшная физика интереснейшая происходит. Так вот, один из режимов работы МРТ, так называемый функциональная магнитно-резонационная томография, ФМРТ, и вот сам ПЭД позволяет увидеть активность мозга с хорошей детализацией в пространстве. И вот с тех пор началось очень интересно. Мы стали очень много видеть, как вообще работает мозг в процессе того, как мы что-то делаем. Например, мы там, например, открыли, как по-разному, немножко по-разному наш мозг распознает звуки у людей с абсолютным слухом и без него. То есть мы видим, что это где-то в коре, это не на уровне уха, потому что в ухе там все четко воспринимается, каждый тон отдельной клеткой. А вот в мозге обработка, видимо, где-то лучше, где-то хуже происходит. Мы, например, знаем, что действительно есть такой феномен, слепые люди могут, щелкая языком или зубами, ориентируясь в пространстве по звуку на эхо. И удивительно, что вот эта вот обработка звука у них вообще происходит не в слуховой коре, а в зрительной коре. То есть они фактически видят звуком. Вот это такой вариант. Есть, естественно, электроэнцефалограмм, когда мы снимаем электрическую активность мозга всего при помощи шапочки с электродами. Есть такой же вариант, более точный, но более сложный в исполнении магнитоэнцефалограммы. И, безусловно, есть то, что называется стандартной экспериментальной психологией, когда люди слушают музыку, потом отвечают на какие-то вопросы и так далее. То есть вот основные методы такие. То есть либо визуализационные, либо электрофизиологические, либо опросные. Многие слышали про так называемый эффект Моцарта. Так, расскажите, пожалуйста. Ну, если вы не слышали, значит, у вас, наверное, все хорошо и нет детей. А если жена и была беременна, то она не ходила на форумы беременных женщин, потому что там вот инферно полное. И вот там всегда говоришь, что как только начинается формирование плода, нужно обязательно давать ему слушать Моцарту. Прямо к пузу прикладываем, и все. И у вас ребенок вырастет гением. То есть вот Моцарт это... Именно Моцарт. Бах и Шарпен не подойдет. Почему-то именно Моцарт, да. Почему-то Моцарт возник. И вот когда мы начали разбираться, откуда эта история взялась, действительно, была очень хорошая, очень красивая работа, сделанная 30 лет назад, ровно 30 лет назад, вышедшая в топовом журнале Science. И вот это чисто такое психологическое исследование в том смысле, что там никакого физиологии, электрофизиологии нет. То есть взяли три группы студентов в нужном количестве для хорошей статистики, хорошо их перемешали, то есть они все однородные были по IQ, по возрасту, по 50% мальчиков-девочек, а потом три группы делали вот, что им давали слушать. То есть они решали задачи на IQ, то есть измеряли свой IQ фактически, получали какой-то результат, потом слушали что-нибудь, классическую музыку, потом расслабляющие звуки и тишину, а потом снова меряли IQ. И в результате получалось, что те, кто слушали музыку, классическую, у них IQ после второго измерения увеличился на 10 пунктов, то есть было 110, стало 120. Казалось бы, вау, круто, правда этот десект держится всего полчаса, так что толку от него немного, но вот такой вот есть. Ну, то есть Моцарт реально делает тебя умнее, но только на полчаса? Ненадолго, да. А с чем сравнивать, кстати, с какой музыкой, интересно? Нет, сравнивать, то есть там была просто классическая музыка, не сказано какая, а потом она превратилась в народное сознание, в Моцарта. Там была музыка, которая, ну там, релаксационная музыка, там какие-то там вот, либо шумы моря, либо такая вот какая-нибудь эния, что-то такого типа. И третья, просто тишина, то есть классику с роком не сравнивали. Слушай, ну это интересно, это, знаете, похоже на какую-то документальную разминку, когда какое-то кино насыщенное посмотрел, ну если я сравниваю со своим опытом, или какую-то книжку прочитал, и у тебя с нейронными связями что-то происходит, они в какой-то режим настраиваются, и потом это какое-то время длится. Так получается? Конечно, конечно. Собственно, та же самая история, я когда-то очень давно занимался плотно такими вещами, как что, где, когда и брейн ринг, и всегда известно, что перед тем, как там играть в какое-нибудь соревнование, какой-то турнир, команде нужно предварительно поотвечать на 5-10 вопросов в разминку, чтобы просто включиться. Нормальная история. А есть какая-то музыка, которая идеально подходит нашему уху? Нам все подходит, на самом деле. Тут же, на самом деле, очень сильно зависит от многих вещей, в том числе и от культурного опыта. Знаете, был я, когда мы путешествовали по Узбекистану, и с нами был скрипач, профессиональный, серьезный скрипач. Он сильно там нудил, и мы были счастливы, что в середине экспедиции его вызвали в Москву на концерт какой-то срочный, пафосный, важный. И вот когда мы его везли в аэропорт, он вышел из машины у аэропорта Ташкента и сказал, какое счастье, я больше никогда не услышу этих шесть восьмых, которые меня задолбали. В смысле, вся музыка на шесть восьмых. И его просто это выносило мозг, потому что мы все время едем в машине, в машине играет музыка, потому что так водитель ведет музыку, естественно. И все, его просто это вынесло совсем. А им нормально. Ну, надо пояснить для зрителей, что это размер ритма, если я правильно понимаю. Да, это ритм, размер азиатской музыки, среднеазиатской, точнее. И там привыкаешь, на самом деле. Я там много бывал, поэтому спокойно воспринимаешь нормально. С ритмом вообще, с размером музыки, очень интересная история, потому что, как я уже сказал, во-первых, ритм был... Ритм у нас, наверное, перевечен все-таки, скорее всего. И если ритм простой, размер простой, то есть это две четверти, три четверти, вальс какой-нибудь, да? Две четверти – это тут, 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 тут. Да, там раз, два, раз, два. А три четверти или четыре четверти – самые простые ритмы, которые в песнях есть и в вальсах. Они все обрабатываются в основном в таком отделе нашего мозга, который называется мозжечок. Это небольшой отдел сзади, тоже парный, как маленький мозг, поэтому так называется мозжечок, по латыни церебелум. В нем, по-моему, 70% всех нейронов, потому что они там в основном маленькие, и обеспечивают в первую очередь наше равновесие. Ну, вот, видимо, ритм он обрабатывает тоже. А вот если мы включаем уже что-нибудь сложное, там, не знаю, если вот вы любители джаза, то вы, наверное, вспомните композицию Take Five, которую исполнял Дэйв Брубик, его саксофонист написал. Она, наверное, написана на пять четвертей. Сам Брубик написал прекраснейшую, у него одна из самых известных вещей, называется Blue Ronda La Tour, то есть турецкая ронда в стиле блюз. Она вообще на 9 восьмых, или там, вот, был такой, есть, почему был он и есть, ему, правда, уже 70, но, тем не менее, он выглядит абсолютно молодцом. Рок-музыкант по имени Sting, вот, у него есть композиция, называется Seven Days, она тоже написана на пять четвертых, хотя, в принципе, ее можно сыграть и спеть на стандартной четыре четверти, когда его спрашивают, а что это вдруг так выеживаетесь на пять четвертей? Он говорит, нет, он говорит, на пять четвертей просто мозг работает более активно и более широко. И действительно, когда мы слушаем вот такие сложные ритмы, сложные размеры, там, или босса нового какого-нибудь, вот, нам нужно уже, мы уже задействуем весь, ну, весь мозг, в первую очередь, лобные доли, которые у нас обеспечивают уже высшую нервную деятельность, высшую, там, принятие решений, обработку информации, вот такие вот вещи. Ну, это действительно, когда такую музыку слушаешь, такое ощущение, что она заставляет тебя, как сказать, интенсивно про нее думать аналитически, потому что ты, когда встречаешь этот лишний бит, этот лишний удар, или, наоборот, нехватающий, ты такой, ого, так, что-то не то происходит. Из популярных треков еще могу вспомнить, у Pink Floyd есть Money, там, по-моему, с семь восьмых. Да, 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 та та же самая вещь. Хорошо, а давайте тогда про составляющие музыки чуть подробнее поговорим. То есть, вы раскладываете на ритмическую часть и мелодическую часть? А, ну, я бы сказал, нет, нет, в музыке есть, ну, если я буду, будем говорить про составляющие музыки, да, и их нейрональные основы, да, у нас есть, получается, тон, то есть, нота, ноты, высота, там, они, мелодика, из которых складывается мелодика, а есть ритм, и есть еще одна важная вещь, о которой многие забывают, есть время, есть длительность. Вот, это тоже очень важная вещь, потому что вот то, как наш мозг отмеряет время, это большой вопрос, большая загадка, ну, то есть, по некоторым вещам, то есть, понятно, что у нас есть достаточно большие промежутки времени, там, часы, да, мы отмеряем при помощи циркадных ритмов, то есть, вот те самые ритмы, которые день-ночь, они заложены в нас, прямо на молекулярном уровне, они есть у организмов, у которых вообще нет нервной системы, там, у цветов, вы берете гераньку, убираете ее в подвал, и все равно в полной темноте, она все равно закрывает, открывает листики, как будто бы солнце взошло, ушло, вот, это на уровне клетки все происходит, там отдельные белки играют, это ансамбль, а вот что происходит на уровне том, который важен для музыки, секунды, минуты, да, это большой вопрос, то есть, мы знаем, правда, мы очень мало про это знаем, единственное, что мы знаем, что, ну, как, не очень давно было открыто, что, когда мы слышим музыку, у нас в головном мозге, вот на уровне электроэнцефалограммы, запускается некий индуцированный гамма-ритм, у нас есть там разные типы ритмов, альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм, бета-ритм, вот гамма-ритм какой-то специально индуцированный запускается во время, когда мы начинаем слушать музыку, и, видимо, вот этот вот запущенный первыми тактами гамма-ритм и работает неким, ну, не камертоном, а тем самым метрономом, вот, и есть предположение некоторое, что у нас есть очень серьезная побочка от этого гамма-ритма, которая называется по-английски airworm, то есть ушной червь, то есть это те мелодии, которые застряли в мозге, в голове, и никак оттуда не вытрите, вот прилипло что-то, и крутится, крутится, крутится и крутится, и что с этим сделать, непонятно. Было даже исследование, которое изучало, ну, там, американский хит-парад, на... это лет 5-7 назад, на предмет того, какие песни самые прилипчивые, и выяснилось, что там в топ-десятке, по-моему, 7 или 8 позиций занимала Леди Гага. Почему? И не знаю, и никто не знает, вот так вот. Это было, конечно, чисто опросное исследование, спрашивали, что у вас в голове там крутится, не отлипает, на тот конкретный момент, понятно же. Но была другая интересная история, где-то тоже пробегало мимо меня исследование, в которых были советы, как от этого избавиться. Причем советы, они такие вот, на уровне тоже, не биологические советы там уровня, послушайте что-нибудь громкое, совсем громкое, чтобы аж уши заболели. Второе, это послушайте еще более прилипчивую какую-то вещь, то есть подобное, чтобы другое вертелось. А третий, ждите, пока само пройдет. Бесполезно, абсолютно советую. Можете вкратце рассказать, как устроен сам аппарат слушания у человека? Потому что про глаза, это более распиаренный, скажем так, орган, про него чуть больше известно. Есть палочки, колбочки, там уже, значит, 120 миллионов, что-то вроде того. Они все на разные вещи отвечают и так далее. А вот что в ухе происходит? На самом деле, с глазами тоже все очень сложно, там много чего интересного. Но мы сейчас не про это расскажем. Как происходит в ухе, да. У нас есть три пары ушей, то есть с каждой стороны по три. Есть наружное ухо, которое мы видим в этом, собственно говоря, у меня в нем наушник. Это ухо нам нужно для того, чтобы сфокусировать волны плотности воздуха внутрь. Среднее ухо. Это воронка, который лавливает звук. Да, да, да. Просто взяли и скрутили из бумажки конус. Да, и все. Совершенно верно. То есть звук – это колебание плотности воздуха. Все. В данном случае. Дальше что происходит? Дальше у нас есть среднее ухо, ограниченное двумя мембранками. Наружное называется барабанная перепонка, а внутреннее называется овальное окно. Оно там, на самом деле, есть еще круглое окно, но оно в самой передаче звука не участвует. Что происходит? То есть задача внутреннего уха – механически передать колебание с одной мембранки на другую и дальше отправить его во внутреннее ухо, потому что дальше у нас все уже распространяется в жидкости. В среднем ухе у нас еще воздух. Там есть три косточки, которые нам известны хорошо со школы. Это вот стремечка, наковальня и молоточек. А дальше все колебание переходит в жидкость, которая заполняет внутреннее ухо. В улитку попадают эти волны уже в жидкости, там специальная жидкость идет, которые распространяются и возбуждают внутри этой самой улитки элемент так называемого кортиевого органа. У нас внутри есть кортиевый орган, названный так по имени итальянца Корти, который его открыл в начале XIX века. Что он из себя представляет? Там такие клеточки есть, называются волосковые клетки. Они находятся между двух мембран, мембрана колеблется, то есть волна пришла, звук пришел и пошел уже по мембранке двигаться. Мембрана колеблется и возбуждает, колебляет эти самые клеточки волосковые, точнее их волосочки. Если совсем грубо, там немножко сложнее происходит. Причем важно, что звуки разной высоты фокусируются в разных участках улитки, в разных местах улитки. А в начале, во входе в улитку, это самые высокие тона, это наши 20 тысяч герц, которые мы поначалу услышим, а до конца доходят самые низкие тона, 16 герц, самый низкий звук, который мы слышим, 16 герц. Ну, то есть это как клавиатура фортепиано, скрученная, да? Да-да-да, то есть у входа находятся крайне правые клавиши, а в конце крайне левые. Так. Вот. А клавишами являются вот эти самые как раз волосочки. Когда волосочек отклоняется, он открывает дырочку, куда попадают ионы, там, натрия, калия. И вот эти вот ионы уже в волосковой клетке запускают уже электрический импульс, электрический потенциал действия, который дальше уже уходит в мозг. То есть это уже превращается в нервный... Вот здесь в волосковых клетках происходит превращение механического колебания в нервный импульс. То есть мы получаем уже, говоря умным языком, спектрограмму. Да-да-да, мы получаем уже спектральный снимок этого звука, и он уходит в мозг. Он уходит в мозг по специальной восьмой паре черепных нервов, которая идет сложным путем, потому что сначала оно приходит в ствол мозга, потом из ствола мозга приходит в таламус, потом из таламуса приходит в слуховую кору, в первичную слуховую кору, где происходит первичная обработка звука. При этом ствол мозга и таламус важны нам для того, чтобы мы... Ствол мозга производит первичную обработку звука по высоте, по громкости. То есть, условно говоря, если нам слишком громко, мы уже на уровне ствола мозга, еще не включая сам мозг, там отвернемся, закроем уши и так далее, чтобы слишком громко не было. А дальше уже в первичной коре начинается анализ высоты всего этого дела, и дальше уже есть у нас вторичная, третичная слуховая кора, и там уже происходит разбор, что мы слышим там, шум, слушаем ли мы слова. Если слова, то дальше это уходит в специальные зоны брака и верники, в которой мы обрабатываем речь, и другие остальные зоны уже связаны с речью. Если мы слышим какой-то шум специфический, мы его тоже как-то определяем, дальше на него реагируем. Если мы слышим музыку, мы реагируем на нее. Более того, у нас есть сейчас в прошлом году или в этом даже году открыли отдельные нейроны под пение. То есть, пение обрабатывается отдельными нейронами слуховой коры, которые абсолютно не реагируют ни на речь, ни на музыку, а вот только на пение. А дальше уже мы начинаем обрабатывать и ритм мозжечком, и другими участками коры, и мелодию, там вторичной, третичной слуховой корой, и так далее. Это очень сложный процесс, который мы продолжаем на самом деле изучать, потому что, я же говорю, открытие совершается по сей день. Вот когда у нас в гостях был Вячеслав Дубынин, и мы разговаривали про зрение, он рассказывал в том числе, что одна из первых вещей, которую пытается наша кора в мозге идентифицировать в изображении поступающем, это линии, причем линии, направленные под разным углом, видимо, для того, чтобы потом из этих линий собирались уже какие-то образы объекта. А вот здесь про звук мы можем понять, что первым делом наш мозг идентифицирует? Какие кусочки? Да, да, можем. На самом деле, как ни странно, линии мы идентифицируем даже еще не в коре, а еще на уровне сетчатки. Там есть после палочек, колбочек, слой так называемых ганглионарных клеток, вот там, это мы еще видим, еще дома, еще до мозга. А в случае с звуком у нас самое главное, самое первое, что мы пытаемся вычислить, это откуда он пришел, это самое главное. И для этого у нас есть удивительная штука, для этого нам дадена пара ушей, и, по счастью, скорость звука не такая большая, как скорость света, всего 30 метров в секунду, и небольшого, насколько там получается, 15-17 сантиметров между ушами расстояния, этого расстояния хватает, чтобы уловить разницу между временем прихода сигналов в разные уши, экспериментально показано, что мы способны услышать разницу в 10 микросекунд, то есть крошечную разницу, и вот на основании этого разницы мы можем треангулировать направление, посмотреть и увидеть, откуда звук происходит. Вот такая вот история. И этого нам хватает, чтобы плюс-минус точно понять, откуда звучит. Круто. Ну, то есть это, видимо, штука, связанная с безопасностью во многом, то есть нужно понимать, откуда какая-то угроза приходит. Конечно, конечно, конечно. Круто. Еще я слышал у вас лекции, что мы знаем, как это называется, размерность, с которой мы воспринимаем тон, высоту звука. Что это где-то треть тона музыкального. Ну, это я не очень четко выразился. Я вот сейчас специально... Мы на одной из последних лекций на тему сцепились с консерваторскими товарищами. И я специально уточнил, потому что когда мы говорим тон, что такое тон, вопрос, что такое тон. На самом деле мы, конечно, слышим чуть больше, чем треть тона. Если мы говорим тон, это как ми, ду, ля и ми. Тор, ми, фасо, ля, си. Миз ду, ля и си. То есть, конечно, ля первая октава и си первая октава, они там... Сколько там получается? Десятков герц между ними разница. Это достаточно большая разница. Мы на самом деле слышим... Если говорить в диапазоне первой октавы, то хорошее ухо, тренированное ухо, может различить отдельные... То есть, на уровне одного герца. То есть, условно говоря, если ля – это 440 герц, то человек с хорошим слухом отличит разницу между 440 и 441. При этом не обязательно абсолютный слух. То есть, человек с абсолютным слухом просто может сказать, это вот 440, а это вот 442 герца. Это он может. Если очень тренированный. Хотя в этом смысле, на самом деле, даже людям с абсолютным слухом я менее не завидую. Им сложнее жить, сложнее даже работать в музыке, потому что в музыке абсолютный слух не нужен, ну, по большому счету, не очень нужен. То есть, важно уметь относительно камертонно настроиться и дальше работать, ну, относительно какой-то основы. А абсолютный слух чётко знает, какую высоту, какая высота есть. И если, например, я читал как раз в исследовании, что если там какому-нибудь музыканту с абсолютным слухом приходится играть барочную музыку, музыку эпохи барокко, то у них просто душевные страдания страшные, потому что в барочной музыке ля – это не 400, ну, ля – первая октава, не 440, а 418 герц. И они страшно мучаются, потому что всё не так звучит. Ну, конечно, они там пока везли инструменты по своей Баварии, то там всё уже расстроилось. Струны ослабли, стала ниже частота. Окей, а давайте тогда присним, а что такое абсолютный слух для тех, кто не в курсе? Абсолютный слух – абсолютный слух – это способность опознать высоту звука, то есть, в данном случае, ноту, конкретную ноту, без опоры, то есть, без сравнения её с чем-то ещё, то есть, условно говоря, вам просто берут какой-нибудь музыкальный инструмент, причём в данном случае важно, что это будет любой инструмент, может быть труба, это может быть скрипка, это может быть пианино, и вы просто по одной ноте говорите – вот это ля – первая октава, или ля – диез, вот это абсолютный слух. Если же, условно говоря, вам, как вот в начале, когда вот если вы слышите, ансамбль, симфонический оркестр перед выступлением, перед концертом, он настраивает, вот какофония страшная, и все там, каждый по себе, вот в начале этой какофонии всегда звучит звук ля – первая октава, который исполняется на габое. Соответственно, если вам сначала дают вот эту основу, с которой сравнивать, а потом любой другой звук, и вы можете сказать, а, ну, это как бы ля – вторая октава, или до контра-октавы, то есть, это не абсолютный слух. Ну, то есть, это такой встроенный автотюн, или… Да, встроенный камертон, да, абсолютно встроенный камертон свой. А это штука, которую можно натренировать, или она врожденная? А вот хороший вопрос, хороший вопрос. Не знаю. То есть, на самом деле, нет на это ответа. Не уверен, что кто-то пытался поставить такие эксперименты, но я подозреваю, что, в принципе, ну, по крайней мере, не абсолютный слух, но там, близко к нему, близко к нему, вещь плюс-минус тренируемая, потому что у нас есть большое количество людей, для которых определять высоту звука на слух сразу же, там, по первому услышанному звуку, принципиально важно для жизни. Это люди, живущие в Юго-Восточной Азии, Китае, Вьетнам, потому что у них языки тональные, и от высоты слога сказанного очень сильно зависит значение слова. Мне рассказывали, я, правда, не проверял сам достоверность этой байки, но мне рассказывали эту байку о том, что один из выпускников МГИМО попал в советское время еще, попал в очень неприятное положение, когда его представляли Хо Ши Мину в Вьетнаме, а Хо Ши Мину за официальный титул был Дедушка Хо. И нужно было сказать Дедушка Хо, и вот во Вьетнаме слово Дедушка, это тоже, вроде бы, как мы говорили, один слог, и если вот этот слог сказан высоко на определенном тоне, это дедушка, средняя, это, ну, типа, бро, что-то такое, ну, приятель, кореш и все такое. А вот низкий голос, низкий, низкий, низко сказанное, это нецензурщина со значением человека на традиционной сексуальной ориентации. Вот, и вот выпускник МГИМО, у него был врожденный бас, и он попал в очень неприятную ситуацию. Неловко могло получиться, понятно. Вот, но можно ли тренировать его, честно говоря, не очень, не знаю, не встречал работы на тему врожденной, в смысле, тренировки. Знаю только, что вообще, в принципе, эта штука редкая, штука редкая, он встречается примерно 1 на 10 тысяч человек в среднем по популяции. Правда, мне говорили, что вот в Китае, в Китае, среди консерваторских, там выше процент людей с абсолютным слухом, но тут вопрос, что первично, то ли потому, что это десантональные языки, и там распространенность абсолютного слуха выше, то ли наоборот, просто в Китае слишком много людей, набирает людей с абсолютным слухом в первую очередь, а остальных просто не пускают в консерваторию. Такое тоже может быть. Пойдем по наимным вопросам. А почему в музыке 7 нот? Ну, вообще-то 12 у нас, до декатоника у нас же, да, то есть 7 белых плюс 5 черных, да? Да. То есть 12 полутонов. Это, по-моему, историческая история, потому, что мы знаем, что в Китае пентатоника, там 5 тонов, то есть это вот так получилось. В нашей европейской культуре вот так. Ну, интересно, это, как сказать, это такая же предопределенная вещь, как математика, то есть в других культурах появляются те же самые 12 полутонов? Нет. Я же говорю, вот в китайской, в азиатской, в южно-азиатской музыке там их не 12, там пентатоника, там 5 полутонов, 5 тонов, 5 нот. Ага, всего, ага. Да, вот. Особенно говоря, это же простая вещь, когда вот попытаетесь сыграть на пене на одних черных клавишах, которых 5, вы получите китайскую музыку. А, ну, то есть соотношение частот там тоже какое-то правильное, грубо говоря, да? Там, ну, неправильно, оно как бы гармоничное, но там целочисленное какое-то, да, действительно, правда. То есть не хаотично, естественно, поэтому музыка – это упорядоченные частоты. Интересный тоже момент. У нас считается, что ухо может слышать очень широкий диапазон частот от 20 герц, это очень низкий звук, попробуйте послушать где-нибудь. Даже 16 можно услышать, я вот, ну, по крайней мере, есть музыкальный инструмент, у которого самый низкий звук – это 16 герц. Это такой контрабас-переросток огромный страшный, у него 16 герц – самая толстая струна, страшная штука, в два раза выше контрабаса, на него играют, становясь на табуретку специальную рядом с ним. Ну, так вот, да, допустим, 16, окей, до считается 20 тысяч герц. Ну, тоже попробуйте на компьютере запустить этот звук, ну, на самом деле, надо напрять все, чтобы его слышать, я так понимаю, не все способны услышать, но тем не менее, широкий диапазон. Есть представление у ученых, зачем или как он появился, такой широкий диапазон, при том, что человеческую речь распознать можно на намного более узком диапазоне. Наш диапазон, который мы слышим, это примерно как раз средний диапазон того, что… тех диапазонов, которые есть в мире, то есть, у других животных. То есть, вероятнее всего, тут достаточно простая вещь, то есть, естественно, наша речь появилась гораздо позже слуха, понятно. Логично. Вот, и в этом смысле слух нам в первую очередь нужен был для того, чтобы воспринимать максимально окружающий мир и максимально избегать опасности. То есть, все то, что звучит на уровне, поэтому мы там по какому-нибудь, не знаю, по писку, возможно, определяем этих самых комаров и всяких там кровососочек, чтобы их увидеть, услышать там по низкому звукам, мы можем слышать им какие-то звуки приближающегося там камнепада или чего-то еще, например, да, вот на таком уровне. То есть, те, кто там ультразвуком, типа, мышей, у них там в другую сторону смещен, конечно, там мыши, дельфины. А так вот, я думаю, что это естественно, путем образовалось, вот этот диапазон нам нужен в дикой природе, чтобы в ней максимально выживать. Ну, а произошла какая-то коррекция этой частотной характеристики, так сказать, потому что, когда смотришь, есть такой график в интернете, значит, какие частоты человеческое ухо воспринимает лучше. И там всегда выступ вот в районе речевых частот, в районе тех, которые отвечают за голос человека. Это вот произошло в процессе эволюции уже речи или непонятно? Возможно, скорее всего так, плюс, когда мы говорим про порог чувствительности, то есть, у нас есть два уровня громкости, важный для нас это порог чувствительности, то, на котором мы слышим, и еще такая штука, которая называется болевой порог. То есть, если что-то совсем выше, то нам просто уже больно. Я думаю, что тут и это, и еще важная вещь, что на самом деле, скорее всего, речь наша возникла в том диапазоне частот, которые максимально хорошо распространяются в нашей улитке, и лучше всего слышно. Поэтому она там и возникла. Потому что совсем низкие частоты, у них чисто физически порог слышимости будет ниже, то есть, хуже слышно, потому что они слишком низкие и хорошо распространяются за счет этого. А высокие частоты у нас в любом случае, поскольку они ближе всего к входу в улитку находятся, они как раз, уже начиная к 30 годам, они потихонечку начинают стираться, уходить. Мы проходили эксперимент, запускали как раз те самые 20 тысяч герц, и в аудитории из 60 человек слышит примерно половину уже. Молодые слышат, а ближе к 40 и 50 оно уже потихонечку дохнет. Потому что на самом деле этих волосковых клеток очень мало. Их, в отличие от палочек-колбочек, на порядке меньше. И поэтому их гибель, она более тяжело переносится нами в точке зрения слуха. Именно поэтому сейчас все активно разрабатывают варианты восстановления слуха, когда вот эти волосковые клетки погибли. Все самые кохлярные импланты, они как раз на это и рассчитаны. Очень часто они гибнут, или вообще человек рождается уже по умолчанию с проблемами в них, а слышать хотя бы речь нужно. Так что, друзья, слушайте 20 килогерц, пока можете получать от этого удовольствия. А почему человек получает удовольствие, иногда даже на каком-то физиологическом уровне, от низких частот, от бухающих басов. Вот всем нужны наушники, где басы бухают. Ну, я подозреваю, что все-таки тут включаются некоторые вещи. Во-первых, совсем гипернизкие звуки – это по умолчанию вещь, которая вызывает тревогу, страх, потому что они связаны с какими-то приближающимися катаклизмами. То есть, там гроза, камнепад, землетрясение, вот это вот низкие звуки. Я подозреваю, подчеркну, это мое мнение, это не исследование. Ну, или я таких не видел, на самом деле просто. Второе, что нам такие басы… Почему басы? Они потому что нужны… Почему басы? И на басах ритм. Потому что низкие звуки распространяются дальше, лучше, поэтому нам изначально привычно, что вот ритм, он низкий, а ритм – это основа мелодии, основа всего, чтобы нам в первую очередь нужен ритм, а потом уже искушенному нужна мелодия. Именно поэтому, скорее всего, мне так кажется. И я подозреваю, что как раз именно с этим связана дальше уже физиологическая история, потому что у нас есть люди, у которых… Ну, это, правда, уже не только с басами связано, это вообще с музыкой связано. Есть люди, у которых музыка, некоторые определенные там песни, композиции вызывают чисто физиологическую реакцию, там дрожь в руках, слезы, вот такая вот история. И это мы знаем, почему у них как раз связь… Есть у нас такая вещь в мозге, называется белое вещество, это как раз отростки нейронов, которые связывают друг с другом разные участки серого вещества, разные участки коры. И вот оказалось, что у таких людей, которые слишком эмоционально воспринимают некоторую музыку, у них связи между слуховой корой и так называемой лимбической системой, которая отвечает за эмоции, они гораздо более толстые. Фактически вот нарастили себе такой вот канал информации, и иногда она перегружает лимбическую систему, и мы начинаем уже совсем реагировать слишком сильно. То есть, очень мощный сигнал подали. Да, да, да. Окей. Если продолжать разговор про частоты и про низкие частоты, есть такой мем про коричневую ноту. Да, мне спрашивают. То есть, что якобы существует какая-то очень низкая частота в районе, кажется, 8-10 Гц, и если человек ее услышит, дай бог осторожно, то он может очень сильно захотеться в туалет. А про это говорили, да. То есть, на самом деле, действительно есть такая вот теория, или даже некоторые подтверждения того, что инфразвук, те самые неслышные звуки низкой частоты, они способны вызвать паническую панику, потому что действительно там тоже хорошо известно, что инфразвук вызывает... Ну, инфразвуком сопровождаются землетрясения, поэтому и там собаки слышат, например. Но, честно говоря, у меня... И даже я читал, что DARPA, вот это американское передовое агентство, потратило несколько лет, какое-то количество миллионов долларов на поиски вот этой самой коричневой ноты и разработки оружия на эту тему, но, видимо, ничего не нашло, потому что... Ну, тут у меня возникает просто один вопрос, да. Чем мы эту ноту воспринимаем? Каким аппаратом? Да, у нас в ухе под нее нет вот этого самого. И вот вопрос, чем мы это воспринимаем, для меня он остается открытым. И поэтому, собственно, научных исследований, которые показывают, что да, вот оно есть, оно работает, оно работает именно так, нету. И, видимо, DARPA тоже потратила деньги впустую. Ну, оружие могло бы получиться красивое, конечно. Ну, но плохо пахнущее. А чем? Вестибуляркой как раз. Вестибулярка же, она за ускорение вы сказали. Дальше, да, ускоряется достаточно медленно. Нет, вестибулярка, там другая абсолютная история. Там не так это все работает. Там такие, на этих волосковых клетках есть такой гель, а сверху геля насыпаны камушки. Когда мы дергаемся, вот эти камушки колеблются с гелем, и происходит та же самая история. Но вестибулярка на самом деле как раз, даже если у нас она дает сбой, а дает у нас сбой в первую очередь в случае морской болезни. Ну, мы все знаем, когда у нас на море качка, все такое. У нас же она вызывает не позывы в туалет, она вызывает тошноту. Это вот тошнота, да, это безусловно есть. Но, во-первых, далеко не у каждого. Во-вторых, очень разные силы. В-третьих, она к этому все равно адаптируется. Плюс это не мгновенный процесс. И мы подозреваем, что это происходит как раз из-за важных вещей, из-за того, что у нас не стыкуются как раз сигналы от вестибулярки и сигналы от глаз. По-разному они работают. Вестибулярка говорит, что у нас гравитация по одному работает, глаза видят что-то другую историю. Вот та же самая история происходит с космонавтами, которые летают в космос, где вестибулярка вообще отключается, ее там нет. Она не работает, молчит. И первые две недели тоже космонавтам не очень хорошо. Как устроена визуализация музыки? Есть какие-то исследования на этот счет? Потому что известно, что разные люди, разные картинки себя представляют, цвета у некоторых людей ассоциируются с какими-то звуками. Есть какая-то обобщенная информация на этот счет? Про цвета музыки, про цвета звуков – это другая немножко история. У некоторых людей происходит перекрытие слуховой коры и зрительной коры. То есть, они реально перекрываются участками, и тогда возникает то, что называется синестезия. Есть синестетики, которые видят музыку. То есть, они видят нота ля зеленая, море красное и так далее. Это одно. Синестетики разные бывают. Кто-то там, не знаю, вкусы, у них суп красный, а гамбургер синий. То есть, разные варианты. Бывают такое вещи? Это одно. А много таких людей? Не очень много, но достаточно. И самое главное, важно понимать, мы очень часто про это говорим. И к нам несколько раз на лекции приходили даже люди, говорили спасибо, что вы это сказали, потому что важно понимать, что это не патология, это нормально. Это норма. Вариант нормы. То есть, их там не очень много. Там доля процента, но они есть. И это абсолютно нормально. Другие варианты визуализации уже связаны с культурой. Ну, не знаю. Часто какие-то произведения звучат с каким-то визуальным рядом изначально. Тот же Pink Floyd мы все равно воспринимаем уже в формате мультика Стена. Ну, в таком варианте. Тоже вариант. Ну, и плюс, когда у нас действительно люди очень сильно связаны, у них большой культурный багаж, естественно, музыка вызывает другие ассоциации, включается ассоциативный ряд, и дальше начинается уже свободное гуляние по ассоциациям, у каждого свои такие возникают. То есть, поэтому нужно разделять. Первое, это когда конкретные звуки вызывают конкретные там цвета или что-то еще, или даже запахи, не вопрос. Это одно, это синестезия, тоже нормально, но при этом всегда одинаковая. То есть, и сегодня, и завтра, и послезавтра вот этот аккорд у вас будет такого цвета. А второй вариант, это когда у вас есть абсолютно разные ассоциации с музыкой, ну, это тоже нормально, потому что мы все люди культурные. Но если говорить про первый случай, то это, если аналогию придумать, как будто бы в компьютере аудио и видеокарты рядом находятся, и они друг на друга наводки какие-то дают. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Чего только не бывает. Друзья, напишите в комментариях, если у кого-то есть похожие эффекты, и поделитесь, какие именно они у вас, какого цвета у вас песни Петеркорова и тому подобное. Интересно. Хорошо. Теперь тогда про другой аспект. Про тотальную тишину. Я вот нашел, что существуют комнаты тишины, куда не проникают никакие посторонние звуки, можно достичь очень высокого уровня тишины, и там люди начинают чувствовать себя странно. Что-то про это известно? Почему так происходит? Ну, это на самом деле нормально. Ну, это не нормально, это очень нехорошо, такие вещи. Смотрите, мы в мире, в любом случае, живем в каких-то звуках. Они всегда есть. Даже если мы сидим в комнате, какие-то слабые звуки есть, доносятся из окна, шум ветра, что-то еще всегда есть. Естественно, поэтому, когда у нас выключается один канал входящей информации, это нехорошо. Естественно, у кого-то начинается галлюцинация, звуково-слуховая тоже, ничего страшного в этом не будет. Но вообще, в принципе, отдельная вещь, сенсорная депривация, она очень активно изучается, и всегда это нехорошо для мозга, потому что ему приходится как-то компенсировать эту историю. Тут та же самая история, что с космонавтами, когда у них вестибулярный аппарат отключается. Та же самая вещь, когда нет каких-то вещей, кожаная депривация, тоже бывает. Их много, и эксперименты проводятся, и я считаю, мне помнится, что лишение звуков и света – это была одна из таких изощренных пыток в древнем Китае, когда человек помещали тоже в изолированную и абсолютно тихую комнату надолго. Это, конечно, жестоко. То есть, идея в том, что в мозг перестает поступать привычная информация, и нужно этот аппарат чем-то загрузить, и он начинает генерировать какие-то свои вещи, и это могут быть странные вещи. Совершенно верно. Потому что, на самом деле, мозг вполне себе может жить… Он умеет работать с фоновым звуком. У нас, на самом деле, например, в организме есть система шумоподавления встроенная. Причем она даже у млекопитающих есть. Там вот мышки, когда бегут за сыром на кухню, они вот только своих коготков по каферу не слышат, потому что им важно в этот момент слышать потенциальную кошку. Поэтому мозг вот эти повторяющиеся звуки, которые он маркирует как ненужный, как белый шум, он их просто выключает и не слышит вообще. Как бы вход есть, а обработки уже нет. Ну, там, или вторичная обработка, а осознавания их нет. Так же музыканты могут в этой какафоне спокойно настраиваться, потому что им важно слышать только вот этот самый гобой, и все. Естественно, мозг все время ждет информации от слуха, тем более, что эта информация, на самом деле, самая важная для безопасности организма. Потому что оттуда чаще всего первым переходят сигналы об опасности. Естественно, он все время по эту историю патрулирует, и когда их вообще ничего нет, совсем ничего никаких, вот он начинает немножко в недоумение впадать. А что происходит, когда человек слушает песню на репите? Это какая-то история про хочется еще шоколадку съесть? То есть, это штука с вознаграждением? Ну, наверное, да. То есть, если песня уже вызывает эффект, то хочется, да, хочется еще, еще, еще. Но, правда, на самом деле, второй эффект, вторая доза менее сильная получается всегда. И я думаю, что обычно потом мы переключаемся на что-то... Потому что, опять же, если она постоянно повторяется, дальше мозг понимает, что это как бы постоянная повторяющаяся история, и можно ее потихонечку выключать из восприятия. То есть, опять, зависит от какой цели. Если мы просто слушаем для удовольствия, это одно. Например, я когда разбираю какую-нибудь вещь, чтобы ее сыграть сам, и, естественно, это другая вещь. Я постоянно наслушиваю, чтобы именно наслушать... Есть такой термин «наслушать композицию», чтобы потом уже, во-первых, она у тебя правильно звучала в голове во всех деталях, и дальше уже потом ты ее наигрываешь, и потом уже все это переходит на подкорку, когда там ты уже играть ее можешь, и дальше уже можно импровизировать. А какие последние исследования в области музыки есть «нашумевшие»? Ну, из «нашумевших» вот то, что я видел, последнее, совсем последнее, вот буквально месяца ему нету, я еще даже не успел про него на нейроновости написать. Вот, может быть, сегодня-завтра займусь. Пока что это не отрецензированная статья, то есть она опубликована только на сайте припринтов, но, тем не менее, есть такая вещь, которая называется «состояние минимального сознания». Это то, что в сериалах называется словом «кома». Кома – это неправильный термин, потому что кома – это острое состояние, это первые 28 дней. Дальше ее считают либо состоянием минимального сознания, либо более тяжелым вегетативным состоянием. А вот «состояние минимального сознания» – это когда человек не приходит в себя, не реагирует на людей, то есть не выполняет никакие команды, но, тем не менее, у него есть цикл сон-бодрствия, он может открывать глаза даже. Но, тем не менее, ну и все. Какие-то определенные простые рефлексы на свет, на все остальное. Вот. И есть случаи, когда из этого состояния люди выходили, вот, и что было сделано? То есть, там было три пациента, или там три группы пациентов, я еще не знаю точно. В первой смотрели, вот как восстанавливаются связи между участками серого вещества, есть такой метод трактографии, который это все прослеживает. В людях, которые с таким минимальным сознанием находились со стандартным протоколом ухода. Во втором случае – это были люди, к которым регулярно приходили родственники, с ними разговаривали, и там результаты были лучше, чем в стандартном протоколе. А в третьем варианте – к пациенту приходил специальный человек, и ему пел, пел, вживую пел, ему какие-то песни. И вот оказывается, что восстановление этих связей между участками мозга в случае воздействия пением было максимальным. Доходило до ствола мозга, то есть фактически пение восстанавливало и сознание, и легитативную систему каким-то образом. С ума сойти. Будем разбираться, я буду внимательно смотреть эту статью, в ближайшее время на нейроновостях напишем на это, но вот это действительно очень классная вещь. То есть то, что музыка используется для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, деменции – это все понятно, это все нормально, а вот это – это действительно с ума сойти, интересно, как это все. Музыка лечит. А что он пел, неизвестно? Я не смотрел внимательно статьи, я только ревью статьи читал, а экспериментальную часть еще нет, надо посмотреть внимательно. Ну, звучит супер в любом случае. Это напоминает мне фильм «Убить Билла», если помните, там когда героиня Ума Турман попадает как раз в это состояние, которое называют комной, и там ходит медсестра, и она насвистывает все время, вот эту мелодию привязчивает. Да-да-да. И у нас действительно есть ощущение, фильм так снят, что как будто через этот свист Ума Турман потихоньку просыпается. Интересно, интересно. Хорошо, а из последних десяти лет какие исследования в этой области вас сильнее всего потряслили? Ну, две вещи, наверное, я скажу. Первая вещь – то, что действительно музыка – это одна из самых простых и эффективных способов формирования эмоций, в том смысле, что в кино эмоцию страха без музыки хрен создашь. То есть, брали специальных студентов и показывали им челюсти без музыки, просто выключали музыкальный трек, а все остальное оставляли. И что там, что за ужасы, какие тут ужасы, ну, попробуйте посмотреть, у меня психуха… Ну, это кино такое, знаете, можно посмотреть фон трейера, там все в порядке со страхом и ужасом тоже. Но про челюсти соглашусь. Вопрос же в стандартном фильме ужасов. Действительно, страх – формируется музыка, там вот этот псих – это вот эти самые трели скрипичные. Вот это первое. А второе – то, что занятие музыкой и обучение музыке, оно меняет наш мозг физически. То есть, был очень жестокий эксперимент с точки зрения этики. Я не знаю, как вы разрешили. Они взяли какое-то количество студентов, нулевых к музыке людей, и отправили их на два месяца учиться играть на виолончели. Никто не подумал о том, что будут чувствовать их соседи, родственники. Это жестоко было. Но тем не менее, через два месяца, вне зависимости от того, во что превратился человек, то есть, превратился ли он в Аростроповича или в «Ночной кошмар» для своих друзей и близких, у этого человека изменялась толщина, увеличилась толщина связей между моторной корой и слуховой корой. То есть, действительно, обучаясь игре музыки, мы меняем свой мозг физически. И он меняется, улучшается по структуре. Вот это хорошая штука. А как отличается тогда восприятие музыки со словами и музыки без слов? Как будто бы по опыту можно сказать, что это разные совершенно ощущения. Ну, вот мы, я уже говорил, что мы как раз вот в этом году знали, что оно действительно отличается даже нейробиологически, потому что есть отдельные специальные нейроны, которые отвечают только за музыку со словами, то есть, за слова в музыке, вот, да, безусловно, есть такое, то есть, мы видим, что мозг настроен именно отдельно на песни, у него есть отдельная настройка на песни, а вот, то, что за этим стоит, пока что, конечно, нужно смотреть. Но, да, отличается. Вот как отличается восприятие музыки разных жанров, я не скажу, потому что, на самом деле, по-хорошему, наверное, никак. Наше восприятие музыки, там, не знаю, рока или классики или чего-то еще, очень сильно зависит от того, в каком эмоциональном состоянии мы с этой музыкой познакомились. То есть, я всегда привожу такой пример, представьте себе такого хорошего еврейского мальчика из хорошей семьи, который вот уже закончил музыкальную школу, учится в консерватории, любит исключительно классику, там, какого-нибудь Гайдена или Глюка, что-то вот такого типа, да, то есть, он просто с него фанатеет, ему нравится, играет все, и тут вот мальчик доходит до стадии плавого созревания, да, ему, у него бурлят гормоны, и он встречает девочку, готишную девочку, которая слушает, ну, даже, допустим, Pink Floyd или там ACDC, возьмем легкий вариант, но, может быть, и Рамштайн, кто знает. Вот, и я абсолютно уверен, что если у них все с девочкой сложится, то мальчик, мальчику очень скоро начнет нравиться Рамштайн или там ACDC, и наоборот, то есть, и он даже найдет, начнет находить какие-то общие темы в классике, в роке, что несложно, естественно, ну, всего семь, и так далее, то есть, и обратная тоже история, то есть, если нам музыка впервые встретилась в каком-то хорошем эмоциональном состоянии, то нам она, скорее все будет нравиться, все же помнят, все же вспоминают свой первый танец, там, все такое, вот эти вот вещи. Wind of change. Такая же фигня. А есть ли, с научной точки зрения, формула идеального трека, идеального хита? Нет, пока что формул такой нет, единственное, что пытались сделать, и более-менее успешно, одна из контор, которая занимается и мозгом, и нейросетками, они сделали нейросетку и натренировали ее на спокойных мелодиях, таких успокаивающих мелодиях, и сделали вот такую универсальную успокоительную мелодию, и даже вроде бы показали, вроде бы не мелодию, а музыку, композицию, не мелодию, и показали, что вот она действительно даже по FMRT показывает, что действительно активность мозга снижается, сильно успокаивается, можно даже уснуть за рулем, если ее слушать, поэтому не слушайте ее за рулем, такая есть вещь. Но это опять, это уровень нейросеток, черный ящик, то есть, что-то на входе, что-то на выходе, а что там происходит, формулы неизвестны, никто не знает. Поразительно, очень интересно. Так что я не скажу, то есть, формулы хита, не знаю. То есть, можно, в принципе, если этот подход применяется и для других целей, можно попытаться подобрать какую-то музыку для других задач, которая тебя лучше концентрирует на работе? Возможно, возможно, возможно. То есть, нет, как раз про работу, я бы, наверное, ну, про некоторые виды работы, я бы, наверное, да, потому что, например, мы знаем, что моторное обучение, да, моторное обучение, обучение каким-нибудь видом действий руками, ногами, необязательно танцев, да, оно действительно лучше происходит под музыку, да, и, например, поэтому всякие там какие-то вещи, которые ты хочешь научиться, можно там, я подозряю, что под более-менее ритмичную музыку, да, и, возможно, именно с этим связано то, что большинство хирургов под музыку оперируют. Да ладно. Это да, это правда, я со многими говорил. И под какую? А у каждого своя, у каждого своя. Я бы хотел смотреть действительно хирург, который под пози Озборна оперирует, мне кажется, это было хорошо. Вот, а на самом деле, может быть, типа по дозе, тут на самом деле же главное в этой музыке правильно подобрать громкость, чтобы она была слышной с одной стороны, но не слишком громкой с другой стороны, потому что вот тут именно важно, чтобы она была именно фоновой, чтобы ты мог нормально общаться с ассистирующими, и чтобы она тебя не отвлекала. А для офисной, интеллектуальной, так сказать, работы, что лучше подходит, известно? Я считаю, что тишина вообще лучше подходит для интеллектуальной работы. Но, опять же, кому как, но лично это мой опыт, я считаю, что читать или работать с информацией, когда ты занимаешься, ну, я много работаю с книгами, вот, лучше в тишине, и учиться лучше в тишине. Понятно. Ну, кстати, я по своему опыту тоже соглашусь в том смысле, что иногда кажется, что музыка – это какое-то приятное сопровождение, но для меня это скорее вещь, которая тебе делает хорошо, но это не значит, что она делает твою работу эффективной. Скорее всего, она какую-то часть ресурса требует. Да, да, то есть она тебе делает хорошо, ты можешь на нее отвлечься как раз наоборот, и что-то важное пропустить или забыть. А может ли музыка помочь запоминать информацию или как-то усваивать информацию? То есть, допустим, во время лекции слушаешь фоновую какую-то музыку, а потом, не знаю, вечером включаешь ее же, и у тебя стимулируются эти вот сети, которые сформировались? Нет, нет, вот если мы хотим что-то запоминать во время онлайн-лекции или чего-то еще, то лучше все-таки не музыку включать, потому что это перебивает входные каналы, а лучше включать в кавычках приятные запахи, запах кофе, например. Вот это да. Интересно, я второй раз слышу эту теорию, кстати. Да, это были эксперименты такие, тут вот это факт. А второе, а вот что музыка помогает запоминать, это вот действительно запоминать движение. Это да, это пожалуйста. Ну, то есть, для спорта, для любой физической активности музыка супертоп. Спорт, рукоделие, токарный станок, что угодно в этом смысле. Кулинария. Кулинария, да. Есть еще такое словосочетание в интернете. То есть, исцеляющие вибрации. Что вы про это знаете? Ой, нет. Нет, ну, понятно, что говорят, вот у этой музыки хорошая вибрация, а не лечит. Да, когда мы говорим про лечение музыки, очень важно понимать, да, музыка действительно может помочь в лечении некоторых вещей. То есть, эти вещи относятся к патологиям нервной системы. Это мы говорим в первую очередь про возрастные заболевания, болезни Альцгеймера, прочие сопутствующие деменции. И вот, как мы сейчас видим, хронические нарушения сознания, скажем так, вот такие вещи, она действительно может быть в первую очередь вспомогательной историей. Например, вот только что была опять же новость о том, что когда людям около 80 лет возрастом, у которых началась была болезнь Альцгеймера, начались симптомы первые. Им давали слушать Битлз, музыку их молодости, и у них некоторые воспоминания возвращались, то есть, их можно выковырять при помощи музыки. Вылечить Альцгеймера таким образом невозможно, но облегчить состояние – да. Поэтому музыка – да, возможный и мощный вспомогательный инструмент лечения каких-то вот таких болезней, связанных с нервной системой, связанных с сознанием – это да, это пожалуйста, но вспомогательный, подчеркиваю, но лечить музыкой ковид, лечить музыкой рак я бы не советовал. Хотя и здесь она на самом деле может помочь, в том смысле, что музыка просто меняет эмоциональное состояние человека к лучшему, а в хорошем эмоциональном состоянии человек лучше стремится вылечиться, стремится следовать советам врача, то есть, принимает все лекарства, и тогда в этом смысле лечение становится эффективным. Но тут не музыка лечит, а то состояние, в которое приводит она человек, помогает ему лучше бороться с болезнью. А для профилактики Альцгеймера что и как надо слушать? Для профилактики Альцгеймера с точки зрения музыки я бы посоветовал всем учиться на чем-то играть. Это да. Вот, то есть, музыка, в этом смысле музыканты, вообще даже не только Альцгеймер, даже старческая деменция, мы точно знаем, например, ну, все знают, что пожилые люди хуже воспринимают речь. Ну, в принципе, просто. Даже речь при этом не про слух, а именно про восприятие речи, про обработку ее. И вот оказывается, что музыканты, речь, ну, пожилые музыканты, люди, которые играли на чем-то, дожившие там до 80-90, речь воспринимают лучше в целом, в среднем. Это, во-первых. Во-вторых, если мы учимся играть на чем-то, особенно речь идет в данном случае не про какое-нибудь простое, типа, барабана, хотя если ты на ударной установке играешь целиком серьезно, это тоже годится, а на что-нибудь, не знаю, струнном, там, гитара, фортепиано, все, что связано с мелкой моторикой, быстрой и тонкой, то, конечно, это вот все, что связано с мелкой моторикой, тоже помогает профилактике Альцгеймера. Поэтому ходишь, занимайся музыкой, ходишь, вяжи крючком. Ну, и языки учить тоже, говорят, помогает. Да, нет, там языки учить, очень важна, опять же, та самая история, что если ты в 40, почему-то очень хорошо проверено исследование было, оно провелось на близнецах, поэтому генетику можно отбросить сразу, если человек в 40-45 начинает заниматься физической активностью, то есть, а это имеется в виду, там, я не знаю, ходить те же самые 10 тысяч шагов в день, то есть, там, не спортом заниматься, а именно физактивность, и там, еще желательно, там, три раза в день по полчаса какая-нибудь пульсовая активность в средней зоне уже, чуть-чуть поднимать себе пульс, опять же, двигаясь, то это действительно сильно, там, на треть, допустим, снижает вероятность деменции в старости. Так что это очень важная вещь, но начинать нужно в 40, а не в 70. А вот как происходят эти исследования? То есть, человека кладут в аппарат МРТ, надевают наушники? Не обязательно там наушники не надевают, они там просто там встроены, есть микрофон, да, то есть, ну, в данном случае, когда там нужно, ну, например, когда смотрят, какие зоны активируются во время импровизации в джазе, да, тех, кладут в МРТ, включают режим функциональной магнитной томографии, то есть, у него там специальная катушка на голове лежит, вот, и говорят, представьте себе, что вы там, вы импровизируете на тему take five, он представляет себе, как он играет, как он импровизирует, то есть, или можно попытаться какие-то там вещи решать, там есть экранчик, можно какую-то картинку показать человеку, это вот один вариант исследования. Другие варианты исследований, как я уже говорил, они связаны уже с наблюдателем, то есть, мы там берем людей, там, ну, когда говорим про продолжительные жизни, да, мы берем людей, вот те же там близнецовые исследования, да, там просто выбирается, там, в Норвегии проводились, нашли там три тысячи пар близнецов, вот, и за ними там в течение 20-30 лет наблюдали, то есть, вот, просто они там за половиной дневник, кто там, сколько ходит, сколько там движется, и смотрят, там, вот, в этой паре там один близнец был физически активный, другой нет, а вот у них, у этого в 60 лет начинать с демента, у этого нет. И, естественно, сводят все так, чтобы было статистически достоверно, то есть, понятно, что на одном человеке это не померяешь, даже на двух, а вот, когда у тебя есть три тысячи пары, уже можно делать серьезные выводы. А как музыка может измениться в будущем? Вот мы можем из точки, где мы находимся сейчас, посмотреть назад и увидеть, как музыка изменялась последние 500 лет. Исходя из этого, мы можем как-то экстраполировать и понять, что с ней будет происходить дальше? Я думаю, что я бы не стал предполагать, потому что на самом деле у нас сейчас музыка – это же вещь все-таки не совсем эволюционная, биологическая, культурная во многом смысле. И сейчас мы как раз находимся в тот период, когда у нас впервые мы находимся в таком ядерном взрыве, когда все культуры перемешиваются, и вот то, что сейчас творится с музыкой, в том числе с музыкой, это как раз есть продукт некого перемешивания, т.е. мы уже некоторые продукты этого перемешивания получили, мы получили джаз, получили блюз, даже рок-н-ролл фактически это продукт перемешивания истории. Что будет дальше, например, я не знаю, что будет, я думаю, что когда-нибудь плотнее смешается азиатская, южноазиатская культура и европейская музыкальная, будет интересно получится, получится очень интересно. Я бы послушал китайский джаз, пентатонический, было бы прикольно. И плюс в музыке все-таки, как ни странно, нельзя недооценивать влияние того, что придет кто-то великий и все перевернет к чертовой матери. Обычно так и происходит, скорее всего. А нейросети могут перевернуть все и уволить всех композиторов мира? Очень вряд ли, очень вряд ли, мне кажется. То есть музыку для сериалов они будут писать не хуже Корнелюка, а что-нибудь великое создать, наверное, нет. Окей, на такой оптимистичной ноте, пожалуй, и завершим. Спасибо огромное, было очень интересно. Спасибо. Алексей Паевский. Да, спасибо. Заходите на сайт Алексея нейроновости и читайте другие новости, связанные с нейроновуками, не только с музыкой. Мне кажется, получилось любопытно. Спасибо. Подписывайтесь, жмите колокольчик, лайк, не пропускайте другие выпуски. А меня зовут Борис Зеленский. Пока.